Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определенно в худшую сторону. Я ни в коем случае не буду голосовать за Владимира Путина никогда. В Москве жены мобилизованных российских военных вышли на первую публичную акцию протеста с требованием вернуть своих мужей домой. Если раньше матери и жены российских мобилизованных в основном записывали какие-то видеообращения к Путину, которые выкладывали в соцсетях, то теперь они уже стали выходить на такие небольшие уличные акции. То есть переходят к более активным действиям. И это крайне важный сигнал, который свидетельствует о том, что у российских военных накапливается усталость от войны. Желающих ходить в местные штурмы Авдеевки все меньше. И ситуация уже такова, что их жены даже вынуждены переходить к каким-то более активным действиям. Потому что боевой дух российских военных все ниже и ниже. И они не хотят дальше в этом участвовать. 7 ноября в Москве проходила крупная акция в честь годовщины большевистского переворота. И вот эти жены российских мобилизованных вышли с плакатами на эту акцию и потребовали вернуть своих мужей домой. Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определенно в худшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернется. И у нас нет на это ответов. Мы живем просто в аду. Просто напоминаю, что этот ад они выбрали добровольно. Это украинцам некуда деваться. Украинцы вынуждены защищать свою землю, потому что к нам в страну вторглась армия другого государства. Это к нам пришли оккупанты из другого государства, которые разрушают и сжигают наши города. А россияне могут все это вообще прекратить в любой момент. Им достаточно просто уйти из нашей страны, оставить нас в покое, заниматься своей страной, своими делами. И тогда этот ад для них сразу же прекратится. Все там очень хотят вернуться домой, но их не отпускают. Забрали как в рабство людей, и они не могут оттуда выбраться. Вот говорят, до окончания СВО. А когда она закончится, непонятно. Ну так переставайте быть рабами, это же очевидно. Так называемое СВО не закончится до тех пор, пока россияне массово не откажутся в ней участвовать. Совершенно очевидно, что Путин будет продолжать войну до бесконечности, пока будет оставаться у власти. Потому что для него это единственная возможность не признавать свое поражение. Если он сегодня закончит войну, это означает признать свою бессилие, что он не смог за три дня дойти до Киева, он не смог покорить Украину, захватить Украину. Поэтому он будет продолжать войну. Пока она продолжается, у него есть формальный повод не признавать поражение. Ну типа еще ж ничего не закончилось, а вдруг там мы что-то переломим. То есть он будет до бесконечности продолжать, пока будет у власти сидеть, пока его из кабинета не вынесут. Потому что он все равно ничего не теряет. Его дети, дети его подчиненных, его окружение там не воюют, с ними ничего не случится. Поэтому им все равно, они могут хоть 20 лет еще вести эту войну. А вот россияне должны прекратить в этом участвовать. Как только россияне перестанут покорно отправляться на бойню, эта война закончится. Я вообще не поддерживаю военные действия. Что делать с Рондо? Просто помириться и разойтись? Смотрите, как меняются настроения у тех, кто уже почувствовал на себе силу украинской армии. Раньше со смехом говорили, да, это все на несколько дней, сейчас за три дня дойдем до Киева, все закончится. А теперь уже говорят, что нужно расходиться и мириться. И надо отдать должное этой женщине, что она не побоялась говорить об этом публично, не побоялась выйти на улицу. Но, конечно, ее одной мало, чтобы на что-то повлиять и что-то остановить. Когда выйдет в России хотя бы тысяч 20-30, а это для России немного совсем. Российская власть вынуждена будет реагировать, вынуждена будет с этим считаться. Легко на самом деле остановить войну. Для этого просто российские солдаты должны массово отказываться идти на убой. Их родственники должны массово выходить на улицы, если надо их перекрывать. И тогда российская власть вынуждена будет реагировать, потому что она ничего не сможет с этим сделать. Президент России мог бы решить эту проблему так же, как он ее создал. То есть он объявил эту мобилизацию, он может и демобилизовать. А вот уже жены российских военных открытым текстом говорят, кто создал их проблемы и кто несет ответственность за все происходящее. И заметьте, они называют не НАТО и не Зеленского, а Путина. То есть они все понимают. Они понимают, кто реальный виновник того, что происходит. Я ни в коем случае не буду голосовать за Владимира Путина никогда, ни в марте. Я и до этого за него не голосовала. Потому что очень много плохого сделал президент для страны. То есть просто это рабство. Но так прозрели, конечно, не все. У некоторых жен российских военных достаточно подлая оппозиция. Они говорят, что не выступают против войны, а просто хотят, чтобы на убой отправили не их мужей, а чьих-то других. Я не против СВО. Я против того, что ребята постоянно там, мой муж после ранения. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но неужели в нашей стране нет дорог, ребят? Почему должны? Ранили, вернулись, ранили, вернулись. Она не против СВО. Она просто хочет, чтобы там убили не ее мужа, а кого-то другого. Но это так не работает. Если ты не против, тогда отправляй в мясорубку своего мужа. А если не хочешь отправлять, так тогда выходи и протестуй в целом против этой несправедливой преступной захватнической войны, чтобы не погибал никто. Естественно, эта акция протеста не могла не вызвать внимания полиции. Полиция там достаточно быстро подошла и стала с этими женщинами разбираться. А затем к ним подошел еще и престарелый лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Ему уже за 80, он до сих пор жив и он уже стал просто похож сам на мумию Ленина в Мавзолее. Я хочу сказать, чтобы вы субьили за нашу душу, чтобы вы нам помогли. Потому что наши ребята здесь уже год. Они засыпаются за нашу страну уже год. Никаких вопросов. Их должны поменять. Мы договоримся, с вами спокойно примем. И этот полоумный маразматик стал объяснять женщинам, что вернуть их мужей с войны нельзя, потому что иначе победят нацисты. Мы им каждый день помогаем. Продолжение следует спросить. Я за, но если нацисты, когда-то раз победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет. Это классический пример вранья, которым вот такие вот выжившие из ума российские старики, которые сами одной ногой в могиле, оправдывают уничтожение своей же молодежи. На самом деле Украина абсолютно не претендует ни на какую территорию России. И все, чего хотят украинцы, это просто защитить свою территорию и спокойно жить в своей стране. Мы хотим, чтобы оккупационная российская армия просто ушла с нашей территории, оставила нас в покое и все. Ни на какие земли России мы не претендуем. Поэтому, если украинцы вдруг победят, то Россия просто дальше будет жить в своих международно признанных границах, в своих законных границах, и ничто ей угрожать не будет. Россия будет просто заниматься своими делами, и для этого ей нужно просто оставить нас в покое. Тогда война сразу же закончится, и люди перестанут погибать. Это тот факт, который скрывают сейчас российские власти, вот эти вот такие зюгановы, да, они пытаются там рассказать, что какие-то нацисты России угрожают, но это все неправда. Для того, чтобы война прекратилась, российскому обществу достаточно просто активно выступать за ее прекращение. Массово выходить на улицы и отказываться принимать участие в боевых действиях. И все, тогда российская власть вынуждена будет на это реагировать, вынуждена будет с этим считаться, потому что власть Путина держится на покорности. Пока россияне покорно соглашаются идти на убой, у Путина все хорошо. Как только россияне перестанут соглашаться, он ничего не сможет с этим сделать. Как только на улицу выйдет не 20 женщин, а 20 тысяч человек, как только российские военные станут массово саботировать войну и откажутся участвовать в мясных штурмах, Кремль ничего с этим сделать не сможет. Кремль не сможет это игнорировать. Он вынужден будет пойти на уступки, потому что они не смогут разогнать митинг в 20 тысяч людей. Они не смогут всех пересажать, у них элементарной тюрьмы не хватит. Поэтому если родственники российских мобилизованных действительно хотят сохранять им жизни, их жизнь, они должны выходить на улицы и действовать более активно, и перекрывать улицы, и объединяться вместе. И тогда это сработает. Подписывайтесь на канал и обязательно поделитесь этим видео. Оставьте лайк или комментарий, так оно наберет больше просмотров, и больше людей узнают о том, что в России происходит. И может быть сами россияне начнут более активно выступать против войны и как-то реагировать на произвол своих же собственных властей.